Пророк Мухаммад сказал, не рассказать ли вам то, через что Аллах прощает грехи, стирает грехи и поднимает уровень дараджат. Перед Всевышним Аллахом поднимаешься, скажи нам, да, расскажи нам, посланник Аллаха, первое, это когда мы много ходим в мечеть, чаще приходит мечеть молиться Всевышним Аллаху. Второе, это тщательно омовение затруднительных ситуаций, то есть, например, человек болеет или холодно, или у него что-то болеет, тяжело им брать омовение, тщательно, когда берет омовение во время затруднительных ситуаций. Прочитанная молитва, прочитанный намаз после того, как ты прочитал предыдущий намаз. И когда человек выжидает намаз, например, прочитал Асир, Зухр, особенно вот в зимние времена, там Асир совсем близко к Зухру, прочитал Зухр в мечети, иншаллах, и ждет следующий намаз Асир. И все эти вещи, это в намазе, посмотрите, тахарат берешь перед намазом, идешь в мечеть, чтобы помолиться, намазь идешь от намаза, И в это время человек станет самым счастливым, иншаллах, и в дуне, и в ахире. Это полное состояние человека. Ибн Мас'уд, ида дахалал масжид яумал жум'а, рааа ثалатан сабакуху, каала арба'ату лейсаби ба'ид, вахамису арба'ати лейсаби ба'ид. Ибн Мас'уд, ира Аллаху анху, рано выходил на намаз, пятничный намаз. И когда его кто-то видел, что перед ним пришли уже три человека, он сказал, иншаллах, четвертый, это недалеко от Аллаха. Если четвертый из пяти, то пятый из четвертый, четвертый из пяти тоже недалеко от Всевышнего Аллаха, субханаму ата'аля. Они спешили и соревновались в этом.